МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте. Муниципальные образования Ненецкого округа смогут получить субсидию на благоустройство территории в рамках инициативного бюджетирования. Заявления и документы принимаются до 15 февраля в Департаменте внутренней политики. Разбор полетов с руководителями окружной сферы образования по итогам встречи со студентами средних профессиональных учебных заведений не заставил себя ждать долго. Наринмарец Александр Николаев, обучаясь на 4-м курсе Российского государственного гуманитарного университета на факультете Институт восточных культур и античности, решил попытать удачу и попробовать устроиться менеджером в сборную Ирана по футболу. О том, что из этого получилось, расскажем в этом выпуске. Еще в конце декабря президент России Владимир Путин поручил удвоить выплаты медикам, борющимся с коронавирусом в новогодние дни. Об этом он сказал на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Такие выплаты положены работникам здравоохранения Ненецкого автономного округа. Вопрос о повышенных выплатах медицинскому персоналу за работу с ковидными пациентами в новогодние каникулы обсудили на оперативном совещании с губернатором Ненецкого автономного округа ОВКС. У нас в борьбе с ковидом в новогодние праздники участвовало шесть организаций. Все сотрудники этих организаций получили выплаты 22 числа. Что касается текущей эпидемиологической ситуации по ковид-19, то за прошедшие сутки в Ненецком округе зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших – жители Наринмара, поселков Искателей и Каратайка. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора по Ненецкому автономному округу. За это же время выздоровел один пациент. На сегодняшний день на лечении и под наблюдением с диагнозом ковид-19 подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс находится 59 пациентов, в том числе один бессимптомный носитель. Из них в стационаре получают лечение 16 человек. 8 пациентов тяжелые, 6 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Лечение получает адекватное, в полном объеме. Пока от медицинского сообщества информации о том, что чего-то не хватает, не поступало. Сизы лекарств в достаточном количестве. Еще 43 человека получают лечение амбулаторно. На учете в региональном управлении Роспотребнадзора находится 398 человек. Из них в обсерваторе двое. Также в ходе видеоконференц-связи с главой региона заместитель губернатора Нинецкого округа Наталья Сидорова доложила о текущей работе образовательных учреждений. На сегодняшний момент школы в округе работают все в очном режиме. Вопросов нет по детским садам. В четырех детских садах города закрыты по одной группе в связи с тем, что у воспитателей обнаружен ковид. Завтра у нас закрывается полностью на карантин по ОРВИ. Детский сад в Тельвийске закрывается. Одна группа в детском саде Теремок. В Шойне у нас также закрыта одна группа по ОРВИ. И закрыты два класса по ОРВИ. В Каратайке один класс переведен на дистанционное обучение в связи с тем, что на сегодняшний момент у нас у учителя подозрения на ковид. В целом до ПСПО работают все в штатном режиме. Напомним, до 31 января 2021 года в Нинецком округе продлен режим повышенной готовности. На этот период действует масочный режим, режим двухнедельной самоизоляции по возвращению в округ из других регионов. Кроме того, до 8 февраля в регионе действует режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, за исключением работников сфер здравоохранения и образования. Дополнительную информацию можно получить на региональной горячей линии по коронавирусу по короткому номеру 122. Наталья Ядуркина, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Разбор полетов с руководителями окружной сферы образования по итогам встречи со студентами средних профессиональных учебных заведений не заставил себя ждать долго. Напомним, в минувшее воскресенье, накануне Дня студентов, губернатор провел встречу с учащимися СУЗов Нарьинмара. В ходе встречи студенты Нарьинмарского социально-гуманитарного колледжа пожаловались главе региона на невыносимые температурные условия в здании учебного заведения при экстремальных минусовых температурах. Ситуация в нем плачевная. В том, что любой мороз, мы все учимся в куртках, ботинках, баллонках и во всем подряд. Что теплее, то и оденем. Мне кажется, это ненормально, потому что по госстандартам в училищах должно быть по 25 плюс градусов, чтобы нормально, комфортно учиться. Уже на следующий день после встречи Юрий Бездудный поставил этот вопрос перед руководителями образовательной сферы региона на оперативном совещании главы с заместителями губернатора и руководителями профильных департаментов, указав ответственным лицам на недопустимость ситуации. Совещание прошло по видеоконференц-связи. Что, не знали, что нужно проверить систему отопления? Хороший хозяин перед зимой заклеивает окна или меняет окна. Проверяет систему отопления. Я сейчас поручу Павлу Александровичу подключить службу ЖКХ, проверить температуру теплоносителя, но с большой вероятностью окажется, что там будет нормальная температура теплоносителя. То есть, либо там зашлакованы эти батареи, но никто их не промыл, либо не заклеены окна. То есть, совершенно понятно, надо было подключить все, что можно было, проверить тепловизором, откуда утечка тепла происходит. Слушайте, ну это же совершенно недопустимо. Губернатор поручил руководителям профильных департаментов по вопросам ЖКХ и образования в оперативном порядке разобраться в проблеме и принять соответствующие меры. Еще один вопрос, прозвучавший на встрече со студентами, не остался незамеченным. Речь идет о сложно-составных рейсах в населенные пункты округа, такие как Наринмар-Каратайка, Усть-Кара, Амдерма. Отсутствие прямых рейсов на местных воздушных авиалиниях доставляет неудобства. Жителям поселков, как отмечают специалисты, в настоящее время наблюдается низкая загрузка авиапассажиров, что делает прямые полеты нерентабельными. Для того, чтобы у нас пустый борт не летел на Каратайку, в том числе на Усть-Кар, в Амдерму, то есть делается стыковочный. То есть как только будет пассажирпоток возрастать, будут, конечно же, прямые рейсы. Таким образом, открытие прямых региональных авиарейсов в населенные пункты округа станет возможным при увеличении пассажиропотока. Ольга Русул, Владислав Носкин, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Студенчество – это последний шаг, отделяющий ребят от взрослой жизни. Как наш земляк, выпускник университета, не побоялся и смог совместить свое хобби и полученную в УЗИ специальность, расскажет моя коллега Елизавета Кабанова. Перед некоторыми студентами в ходе учебы встает вопрос, устраивается ли им на работу по полученной специальности или все же пробовать свои силы в другой профессиональной деятельности. Бывает, что выпускники используют свои знания, полученные за время учебы в тех сферах, которые изначально считали для себя хобби, нежели заработком. Александр Николаев, обучаясь на четвертом курсе Российского государственного гуманитарного университета на факультете Институт восточных культур и античности, решил попытать удачи и попробовать устроиться менеджером в сборную Ирана по футболу. Было шесть сложных этапов, которые затянулись на несколько месяцев. На последнем Александра ждало неожиданное испытание. Главный тренер еще являлся португальским специалистом, соответственно, на форси он не разговаривал, только на английском языке. А менеджер иранской сборной общался на персидском. И то есть мне параллельно приходилось разговаривать на персидском, на английском языке, тоже было достаточно такое волнительное собеседование это, но все прошло хорошо, и вот уже после этого этапа я узнал, что меня берут, мне пришло письмо на почту, я с биением сердца открыл в своей Яндекс.Почте письмо и увидел уведомление о том, что меня приняли на работу. Конечно, радости моей не было предела, потому что это стало моей такой основополагающей целью именно в тот момент. По словам Александра, период работы был незабываем. Менеджер по сопровождению команды – это связующее звено между самой командой, оргкомитетом чемпионата мира, который базировался в России, и с представителями FIFA. Нужно было решать много сложных задач по логистике, а также организационные вопросы, чтобы этот период был максимально комфортным для сборной. Случалось много забавных историй. Одну из таких Александр рассказал нам. Как-то в полночь к нему подошли менеджеры по экипировке, со словами, что они потеряли ключ от помещения, где хранились вещи. Загвоздка была в том, что это был единственный ключ без дубликата. На улице шел сильный дождь, было достаточно холодно и темно. Это маленькое одноэтажное здание, и у него одно окно было только маленькое, которое выходило к забору, а между этим окном и забором было вот такое расстояние. И мы выбрали самого маленького по росту и по телосложению из менеджеров по экипировке, и мы буквально его, как Винни-Пуха, в эту пещеру, когда в мультике затаскивали, мы так же толкали его. Он прямо провалился в это окно, упал. Закончилось все хорошо, и никто не пострадал. Дверь открыли, и тренировка утром состоялась. А Александр сделал четыре дубликата, чтобы в дальнейшем таких историй не повторялось. После завершения контракта со сборной Ирана наш земляк некоторое время работал по специальности, но затем опять вернулся в футбол. Александр стал детским тренером в группах от трех лет, по 10-12 человек. Тоже особое впечатление, когда ты прививаешь какие-то навыки маленьким детям, и они получают от этого удовольствие, получаешь похвалы от родителей. То, что всем нравится, это, конечно, большое удовольствие. Когда все счастливы, соответственно, люди радуются, и приятно на это смотреть. Александр начал заниматься футболом в раннем возрасте и еще со школьной скамьи показывал интерес к учебе. Благодаря здоровой конкуренции в школе, потому что Александр обучался с сильными ребятами, к старшим классам он стал достаточно осознанным выпускником. Его преподавательница Мария Мазаева подтолкнула его к поступлению именно на востоковедение. Увидев в Саше живой интерес к истории, плюс действительно знания крепкие, хорошие, глубокие. И кроме того, Саша всегда интересовался языками, и у него это получалось. Я подумала, почему нет. Мне показалось, что это вот прямо его-его, и мне кажется, что я не ошиблась. Я думаю, что он со мной согласен. Благодаря этому Александр не только получил хорошее образование, но это помогло ему связать свою жизнь с футболом. Опыт работы с иранской сборной, а также год в роли детского тренера, позволили ему получить приглашение от клуба «Торпеда». Ему предложили должность помощника начальника команды, и Александр принял этот вызов. Перед ним и клубом сейчас стоит очень амбициозная задача – выход в российскую премьер-лигу. Сейчас «Торпеда» играет в первом дивизионе, но команда прикладывает все свои усилия для того, чтобы достичь своей цели. Клуб только недавно вернулся со сборов Евпатории, где Александр познакомился с командой и вошел в рабочий ритм. Будет много товарищеских контрольных матчей, где уже команда будет себя непосредственно проявлять на поле. Так что будем готовиться к сезону. Второй круг стартует 27 февраля, игрой со СК «Хабаровск» в Москве. Поэтому болейте за «Торпеда» вместе со мной. Мне будет очень приятно. И надеяться, что все задачи будут решены. И на следующий год уже будем играть в российской премьер-лиге. И останемся там надолго. У клуба впереди еще много работы. А мы будем следить за дальнейшим развитием событий в жизни Александра. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Уличное освещение, детские площадки и автостоянки. Муниципальные образования Ненецкого округа смогут получить субсидию на благоустройство территории в рамках инициативного бюджетирования. Программа начала работать с 2017 года и помогает решить именно те вопросы, которые волнуют население. Один из активных участников программы – Коткинский сельсовет. Александра Литкова расскажет подробнее. Село Коткино не самое крупное в Ненецком округе. Здесь проживает чуть больше 300 жителей. Парк отдыха в центре села стал одним из первых проектов, который был обустроен здесь в рамках конкурса инициативного бюджетирования. И сразу стал любимым местом времяпровождения жителей и гостей Коткино. В этом году муниципалитет планирует продолжить благоустройство. У нас есть детские площадки, которые дети пользуются. Но сейчас уже приходит время, когда надо менять оборудование. Поэтому будем менять, потому что и летом очень большое количество детей приезжает бабушкам, дедушкам, внукам. Будем благоустраивать. Благоустраивать береговую зону, потому что у нас все-таки там, где находилась старая деревня, там надо наводить тоже места, украшать и берег. Есть возможность. То есть в этом направлении будем работать. Благоустройство территории – одно из приоритетных направлений работы любого муниципалитета. Мнение жителей в этом вопросе играет важную роль. Ведь именно от их активности зависит, будет ли в селе новая детская площадка, уличное освещение, тротуары или озеленение улиц. Очень рады, потому что очень благородная цель у этого проекта – самое главное – это вовлечь население в активное благоустройство своего населенного пункта. А самое главное – делать именно те проекты, которые нужны людям. А учитывая то, что это будут делать сами люди, сами, там, может быть, те же предприниматели, которые работают в этих муниципальных образованиях, соответственно, и качество подготовки тех проектов, и их долголетие, и их востребованность, оно, конечно, увеличивается. Заявить на конкурс каждый муниципалитет может не более трех проектов. При этом сумма софинансирования из окружной казны составит до 1 миллиона рублей на каждый проект благоустройства. Основное в нашем проекте по финансированию местных инициатив – это то, что самую большую нагрузку на себя берет, конечно, окружной бюджет. 89% – это средства окружного бюджета, 10% – это не менее 10% – это средства местного самоправления, местные бюджеты, и не менее 1% – это должно быть софинансирование либо участия граждан, либо индивидуальных предпринимателей или организаций. В 2021 году на финансирование проектов в рамках инициативного бюджетирования в окружной казне заложено порядка 6 миллионов рублей. Заявления и документы на участие в конкурсе принимаются в Департаменте внутренней политики Ненецкого округа до 15 февраля. Александра Литкова, Владислав Носкин, Леонид Шишилов, Телеканал «Север». 26 января Ненецкий округ присоединился к международному конкурсу «Молодые профессионалы», который будет проходить в Наринмаре по ряду профессиональных компетенций. Первыми соревновались ветеринары. Наша съемочная группа отправилась в Ненецкий аграрно-экономический техникум, чтобы познакомиться с участниками конкурса. Козочка-белочка стала одним из главных помощников в прохождении конкурса для ветеринаров. В этом ей содействовали два очаровательных песика. Белочка прибыла в окружную столицу с личного подворья из села Тельвиска. Судит конкурс главный эксперт, опытный ветеринар Анастасия Липунова. Конкурс проходит в ветеринарии, компетенция ветеринарии. Всего здесь у нас 10 участников, 6 участников, 7 участников 4 курса и 3 участника 2 курса. Всего заданий 7. Три модуля в этих заданиях. Первый модуль – это лабораторная реакция иммунной диффузии и реакция аглюцинации. Ветственная экспертиза меда и молока. Клинические случаи, УЗИ, клиническое исследование КЗ и хирургическое наложение швов. Студент техникум Александр со школьной скамьи мечтал помогать животным и именно поэтому выбрал для себя профессию ветеринара. А теперь решил впервые попробовать свои силы в международном конкурсе. Сегодня у нас проходит WorldSkills по стандартной компетенции. Сейчас я буду проходить иммунодиффузию, буду делать, получается, реакции, потом я буду их взбалтывать и в холодильник. Как бы вот на этом у меня как бы все закончится и все. Для кого-то это уже не первое испытание в профессиональном деле. Светлана в конкурсе участвует уже третий раз. Нормально. Никакого волнения. Ну, последний третий раз уже никакого волнения нет. А почему ты выбрала профессию ветеринар? Нравится родопыт животным. Всех животных очень заботливо и внимательно осмотрели студенты, будущие ветеринары, после чего сделали медицинское заключение. Это же в танце, в течение трех. Все участники отнеслись к конкурсным заданиям с большим интересом. Без волнения, конечно же, не обошлось. Но справиться с ним помогали опытные эксперты в области ветеринарии. Юлия Казначеева, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Наезд на пешехода, пожалуй, один из самых сильных страхов любого водителя. От ДТП с пешеходом не застрахован никто, даже самый опытный водитель. Пьяный человек может случайно выйти на дорогу, а ребенок, заигравшись, выбежит на проезжую часть. Это дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода и транспортного средства произошло в минувшую субботу, 23 января. Ребенок решил перебежать дорогу, не убедившись в том, что автомобиль остановился и пропускает его. Несовершеннолетний буквально прыгнул под колеса автомобиля, но, судя по всему, отделался испугом. Как сообщили в ГИБДД, ребенок не пострадал, его осмотрел врач. В 2020 году на территории округа было зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов. В результате этих ДТП получили ранения разной степени тяжести 8 человек, в том числе 4 ребенка. Из 8 дорожно-транспортных происшествий вина самих пешеходов зарегистрирована в 3 происшествиях, 5 по вине водителей. Если совершен наезд на пешехода и установлена вина водителя, то он будет нести административную либо уголовную ответственность. Это зависит от того, как сильно пострадал пешеход. И у меня все. Далее смотрите прогноз погоды на телеканале «Север». Продолжение следует...